В поселениях района подводят итоги работы за 2019 год. Отчетные сессии советов прошли в Петровском и Коржевском сельских поселениях. Петровское сельское поселение – одно из самых крупных на территории района. Здесь проживает более 14 тысяч человек. Перед жителями о проделанной в 2019 году работе на открытой сессии совета отчитался глава поселения Владимир Михайленко. В прошлом году в бюджет поселения было собрано свыше 100 миллионов рублей. Большая часть средств была израсходована на социально-культурную сферу и жилищно-коммунальное хозяйство. В хуторе Водном при поддержке районной власти был построен досуговый дом, в котором разместилась библиотека, детские кружки творчества, проводятся праздничные мероприятия. Открытие культурного центра стало настоящим событием для жителей хутора. Был повод порадоваться и жителям улицы Светлой и станицы Петровской. Там решился многолетний вопрос с газоснабжением. В этом году работы будут продолжены. Планируется газифицировать и улицу Мира. Большой объем работ был выполнен по ремонту водопроводных сетей. На средства резервного фонда Министерства Министерства района приведен ремонт актизианской скважины по улице Стадионная, 29 на сумму 1 миллион 781 тысяча 500 рублей. Спасибо, Романович. Что позволило улучшить водоснабжение в Личевно-Ярковской стадионной части улицы Светлой, Кирпичной, Степной, школу номер 30, сельского клуба, значит, по улице Стадиона. Проводился большой объем работ по благоустройству территории. Чистились ливневки, грядировались дороги, осуществлялся ремонт и покраска детских площадок, озеленение территории. В 2019 году Петровское поселение стало участником краевой программы по капитальному ремонту автомобильных дорог. Было привлечено более 39 миллионов краевых средств. Были капитально отремонтированы проблемные участки дорог, а также тротуары по улице Ворошиловская, Чапаева, Интернациональный и тротуар около 31-й школы. В работе сессии принял участие глава Славинского района. Роман Сенеговский дал положительную оценку работе поселенческой администрации, подчеркнув, что только во взаимодействии населения и власти можно и нужно решать проблемные вопросы. А их, несмотря на большую проделанную работу в Петровской, еще много. Были обращения петровчан по поводу вашего стадиона, что нужно приводить в соответствие стадион. Я понимаю, что многие помнят те времена, когда футбольные матчи проходили, мероприятия какие-то большие проходили. Хотел вам доложить, что на сегодняшний день подготовлена проектно-смертная документация строительства спорткомплекса на территории вашего стадиона. В этом году мы начнем строительство. Сейчас я чуть дальше расскажу об итогах социально-экономического развития Славинского района. Вы увидите спортивный комплекс, который мы построили в станице Анастасиевской. Точно такой же спортивный комплекс мы в этом году начнем строить в станице Петровской. Это серьезный объект. Я думаю, это будет большим подспорьем для Петровчана. В конце сессии жители получили возможность задать интересующие их вопросы. Сессия в Коржевском сельском поселении началась с торжественного и трогательного момента. Старейшим жителям поселения, труженикам тыла и узникам фашистских концлагерей были вручены памятные медали, посвященные 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. После сессия продолжилась в рабочем режиме. С докладом о проделанной работе перед жителями отчиталась глава поселения. 2019 год для коржевчан прошел достаточно успешно и эффективно. Совместными усилиями власти и населения удалось многого достичь. Одно из главных достижений – большой объем работ, выполненных по капитальному ремонту дорог. По краевой программе в прошлом году на эти цели было привлечено более 19 миллионов рублей. Большинство улиц были отремонтированы. Комсомольская, Пролетарская, Мира, Совхозная, Советская, Садовая, Октябрьская, Красная. Только на одну красную 7 миллионов ушло. Мирная, Солнечная, Дом культуры со всех сторон заасфальтировали. Асфальтировали. Асфальтирование тротуара вдоль стадиона 144 погодных метров. Тротуар по улице Краснодарская – 520 погодных метров. Тротуар улицы Октябрьская – 32 погодных метров. В 2019 году ТОС Хутора Коржевского в номинации «Лучший территориальный орган общественного самоуправления» занял второе место в районе и получил премию в размере более 300 тысяч рублей. На эти средства в парке была установлена малая архитектурная форма, сделано дополнительное освещение, установлены камеры видеонаблюдения. Поселение участвовало и в других конкурсах, где также добилось значительных успехов. Также в 2019 году администрация ТОС приняла участие во всероссийском конкурсе, который проходил в два этапа. «Лучшая муниципальная практика» – номинация «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований». «Направив заявку на участие в этом конкурсе, мы, конечно, не ожидали такого успеха. В крае из 25 муниципалитетов, которые участвовали в этом конкурсе, мы заняли первое место. Наши документы были направлены на всероссийский конкурс, и там среди 250 заявок 62 регионов мы заняли третье место в России». За победу в конкурсе поселение также было вознаграждено денежной премией. Полученные средства потратили на приобретение и установку комплекса тренажеров в парке хутора Коржевского. Глава района поблагодарил жителей поселения и главу сельской администрации за плодотворную и эффективную совместную работу. «Много сделано, я считаю, по дорогам, по благоустройству дорог, по тротуарам. Большой парк благоустроенный и, в принципе, можно еще, конечно, благоустраивать. Хочется и большую детскую площадку, как сегодня в городе Славянске на Кубани есть. И хочется, может быть, где-то и культурные деревья дополнительно подсадить. Но я считаю, что это все планово, благодаря совместной работе. Спасибо бизнесу, спасибо всем, кто участвует в этом. Это большой труд, и поэтому Людмила Николаевна молодцы, я считаю, вместе с депутатами и со своей командой, с которой вы это все делали». В конце встречи жители смогли задать интересующие их вопросы. Они касались здравоохранения, системы налогообложения, отопления учреждений культуры, благоустройства памятников ветеранов Великой Отечественной войны. Все поступившие обращения взяты на контроль для дальнейшего решения. В конце встречи местные депутаты приступили к голосованию. Деятельность администрации Коржевского сельского поселения по итогам 2019 года ими была признана удовлетворительной. По окончании сессии жители не спешили расходиться. Многие из них обращались с личными вопросами главе района. Роман Синеговский каждого внимательно выслушивал и давал поручения своим помощникам рассмотреть поступившие вопросы и помочь людям. Отчетные сессии пройдут во всех поселениях района. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Игорь Иванчугов. Программа «События». Программа «Собщество».